всем добрый день здравствуйте меня зовут и на я живу в италии занимаюсь секонд-хендом сегодня как раз видео о том что я купила на рынке секонд-хенд вчера давайте начну со свитера я купила себе ну вот доказательство того что он новый размере xl как обычно мой любимый цвет хотя на самом деле такого цвета у меня очень мало гардеробе 1 2 вещи вот здесь бирочка но нам она здесь приклеена и что самое интересное здесь 80 процентов шерсти 20 полиамида совершенно обычный малиновый гольф новый как видите совершенно ничего особенного он на меня оверсайз вот типа вот этого серого сидит практически даже самое просто серого горло повыше двойное а здесь сетинарное ну вот совершенно обычный свитер без каких-либо рисунков обычный точной рукав все совершенно обычно только цвет такой свитерок и и что хочу сказать я купила себе этот и естественно лаура беджоти по-моему так он называется да ну предыдущем видео на предыдущей неделе я буду его продавать потому что это не мой фасон если кому-то было по моему интересен кто-то спрашивал пишите я его выставлю на продажу потому что ну немножечко это не мой фасон сильно все равно мне очень нравится короче давайте дальше поехали дальше давайте теперь о сумках конечно я поехала туда за сумками и за обуви потому что на том рынке есть продавцы которые торгуют сумками и обувью у нас на рынке таких продавцов нет у нас в основном продаются только вещи редко бывает когда там один два человека привозят сумки но это бывает очень редко раз два в год обычно я за сумкой не езжу на другой рынок давайте начнем начну я вот этой сумочки сумочка шоппер вот такого оливкового цвета сумочка в идеальном состоянии она новая как я понимаю ну потому что я не нашла совершенно никаких дефектов да она немножко примятая ей нужно время разгладиться потому что естественно они там все у них в ужасном состоянии и для того чтобы сумка была идеальной и немножечко нужно отвисеться да и в крайнем случае можно протереть влажной тряпочкой набить ее и буквально два-три дня она станет идеально ровная вот такая сумка повторюсь шоппер внутри нет никакого подклада никаких карманов ничего вот вот как то так но вот такое здесь но вот такие здесь углы ничего нет никаких потертостей никаких замечаний к сумке у меня совершенно нет сумочка достаточно большая я так понимаю что застегивается она просто на вот эти вот поворот очки дам завязываются каким-то образом как вам нравится да и есть еще вот такая вот вот такое железное колечко дырочкой для чего она я не знаю я так понимаю что здесь может быть когда-то висел какой-то брелок или кто-то сделал для того чтобы можно было повисеться ключи или какой-то кошелек может здесь был не знаю знаете как есть внутренние кошельки цепляют сверху а кошек кошелек внутри кошелька никакого здесь не было я купила просто сумку вот такую кожаную зеленую посмотрите какая она красивая мне очень интересное тиснение кожи вот такая вот сумочка большая повторить то вот посмотрите достаточно широкая здесь ручка мне не давит подмышкой и мне она по длине до пояса далее далее странная сумка саквояж вот такая не знаю взяла она мне понравилась она смотрится прямо по моему очень даже отлично для зимнего осеннего периода посмотрите такая интересная саквояж вот такая не плотная парчевая ткань сумочка новая опять же таки не знаю ну по крайней мере в идеальном состоянии вот здесь есть коричневый кожаный кантик он нигде не потерт ткани идеальная нет никаких вообще не зацепок не потертости не пятнышек ничего что хочу сказать я вчера видела сумку тоже из ткани кучу дель и очень красивая знаете по типу есть такие даже такого плана сумки шанель тряпичный да там я не знаю как называется ткань не помню по крайней мере на данный момент и я обрадовалась уже хотела купить но увидела на дне сумки дырка то есть ткань протерлась и образовалась дырочка да там она возле шва можно было купить зашить но я не захотела заморачиваться я не покупаю вещи которые нужно что-то переделывать я не хочу проблем я не хочу претензии потом потому что я вещи перепродаю я стараюсь покупать вещи идеальные ну по крайней мере на первую то есть я пытаюсь их проверять смотреть внимательно бывает конечно что я чего-то не замечаю бывает очень ну часто бывать не очень честно бывает в общем-то я стараюсь покупать вещи без повреждений и сумки в том числе ну конечно не всегда получается потому что сумки тяжело купить хороший вообще сумма как и обуви очень мало на рынках ну может быть у нас на рынке на рынках мало может там время на портапортезе они есть конечно и сумки и обувь но мне ездить туда как-то не очень с руки каждое воскресенье удовольствуюсь малым что есть ну вот да давайте продолжим вот такая сумка вот такая на вся блеск блескучку да в люрекс кантик повторюсь и вот эти вот просто декоративные застежки совершенно с пистонами никак не расстегивается ничего спереди и сзади вот такая двойная ручка это просто тоже декоративные части открывается сумочка таким образом только на кнопке она держится каркасы здесь я так понимаю железный внутри точно также яркая подклад вот такие как я говорю турецкие огурцы и один карман на молнии все внутри подклад хороший здесь не просто лежит подушка для формы но на самом деле подклад в отличном состоянии никаких проблем и претензий нет вот такая вот сумка саквояж не маленькая немаленькая далее далее была сумка пьер карден вот такая черная лаконичная признаюсь купила потому что пьер карден в отличном состоянии не знаю мне такое ощущение что она новая единственное что я здесь заметила в одном месте как немножечко по лакантику видно было создана чуть-чуть краска и и и и подкрасили но вам наверное не будет видно то что совершенно минимально вот здесь в одном месте в остальном нет никаких претензий ну повторюсь мне кажется что сумка все-таки новая потому что и подклад идеальный и замочки идеальные даже никакой царапинки нет на замочках и точно также на ручке нет никаких царапин никаких повреждений то есть я так думаю что ее выбросили секонд-хенд потому что у нее было вот здесь одно небольшое повреждение это я уже увидела при детальнейшем рассмотрении сумки потому что ну думаю ну не может быть так что она совсем идеально и и выбросили вот такой подклад сейчас попробуем показать он брендированный вот здесь название бренда и стоит номер ну по поводу номера я не знаю я сомневаюсь я не уверена что в фирме бренда пьер карден сумки номерные хотя может быть сейчас модно и все ставят номера на сумке не знаю вот здесь есть внутренний карман с другой стороны тоже есть два кармашка спереди выбито пьер карден на замочках молнии точно также написано пьер карден и чтоб классно здесь вот такая вот интересная ручка посмотрите железное кольцо кожаное кольцо железная кожа на и посмотрите как красиво сумочка очень интересно ну мне в окраине нравится не знаю кому как удобная здесь достаточно длинная ручка то есть сумка получается не мешает подмышкой ее видно и тем и при этом она не маленького размера да и не сильно длинно носитесь как модно да не сильно длинная ручка не сильно короткая и сумочка не слишком маленькая то есть скажем так совсем не маленькая и последняя сумка который я купила и вообще последняя на сегодня это вот такая сумочка это винтажная сумка название бренда от торе грималди это то что я смогла прочитать на самом деле внутри никакого названия нет я уже постараюсь приблизить здесь такой рыцарь в шлеме нарисован и надпись написано плохо видно плохо на самом деле я за этой сумкой охотилась давно скажу честно еще где-то месяц назад я ее присмотрела на рынке но тогда хозяин хотя за нее 20-25 евро то есть тогда была не фиксированная цена я посчитала это перебор потому что сумка не новая она винтажная ее носили у нее видны следы носки но мне очень нравится цвет мне очень нравится структура мне очень нравится размер я вообще люблю такие сумки маленькие но она не сильно правда маленькая жесткая эта сумка почтальон но по ней даже видно что она винтажная потому что здесь еще не магнитный кнопка вот такая вот кнопочка нать такая вот застежка внутри она кожаная черная и 11 большой карман на молнии вот он также вот длинная ручка она расстегивается то есть на здесь на кнопках и понятно что сумку можно носить просто как клатч да вот таким образом подмышкой или там в руке или я не знаю как можно носить на пуче чем мне нравятся вот эти фирменные итальянские сумки фонана фонтана милана и вот этот бренд вот мне нравятся эти кнопки сейчас это все карабины а вот здесь кнопки вот такая вот сумочка сзади на тоже вот такая тисненная под рептилию и по краям по всему периметру у нее вот такой вот как она обшита таким кантиком и вот с одной стороны вот здесь конечно видно что она уже видите потерлась но мне хотелось она мне нравится я попробую как-то с этим справиться в основном сумка идя в остальном сумка в идеальном состоянии только вот в одном месте у нее протерлась да где больше всего терлась другой стороны совершенно целое нет никаких дефектов вот такая вот сумка мне она просто по цвету очень под многое скажем так подходит да я думаю что она достаточно вместительная пару раз по нашу скажем так так что еще хочу сказать если кому интересно у меня еще осталось предыдущего видео вот это вот сумочка вот это вот она достаточно тоже не маленькая вот так она расстегивается на карабинах в хорошем состоянии никаких претензий потертости нет внутри она тоже кожаная она мягкая и достаточно вместительная вот видите ну вот на этом в общем то все всем приятного просмотра до завтра завтра будет очень интересно интересно